Всем привет! С вами Александр Меклер и программа Кинозвезда. Сегодня я расскажу о двух картинах, которые стартуют в кинотеатре «Звезда» со 2 мая. Это фильм «Коридор бессмертия», выход которого весьма символичен накануне 9 мая. И анимационный фильм «Букашки 2». Поехали! Фильм «Коридор бессмертия» основан на реальных событиях и расскажет о девушке, попавшей на строительство Слиссар-Бургской магистрали после блокадной зимы 1941-1942 годов. Режиссером, сценаристом и продюсером этой военной драмы выступил Федор Попов. Примечательно, что отец автора сценария, второго сценариста и дебютанта в кино Дмитрия Королиса был политруком начальником поезда на той самой магистрали под названием «Коридор смерти». А также свои комментарии по поводу различных деталей сюжета давал писатель-фронтовик Даниил Гранин, читавший изначальные сценарии и посетивший съемочную площадку фильма. Одним из продюсеров исторической киноленты стал Александр Броварец. Действие картины развернется после зимы в 1942 году в блокадном Ленинграде. Чтобы как-то держаться, выживать и набираться сил, вчерашняя школьница Маша отправляется на железнодорожные курсы. Оттуда она попадает в особый резерв НКПС, став участницей 48-й паровозной колонны при строительстве Слесарбургской магистрали «Коридор смерти». Эта магистраль соединяет Ленинград с стальной землей. И несмотря на то, что находится в прямой видимости вражеской немецкой артиллерии фашистов, именно этой дорогой в город были доставлены 75% различного военного снаряжения и важных грузов, поставки которых своими жизнями смертельно рисковали члены 48-й паровозной колонны. Прототипом Маши Яблочкиной стала реальная личность Марии Иванова Яблонцева, работавшая на том опасном и сверхважном пути кондуктором. Смотрите фильм «Коридор бессмертия» в кинотеатре «Звезда» со 2 марта. Я говорю с тобой под свист снарядов, угрюмым заревом озарена. Я говорю с тобой из Ленинграда. Страна моя, печальная страна. Кронштадтский злой неукротимый ветер в лицо мое закинутое бьет. В бомбоубежищах уснули дети. Ночная стража встала у ворот. Над Ленинградом смертная угроза. Бессонны ночи, тяжек день любой. Но мы забыли, что такое слезы. Что называлось страхом и мольбой. Я говорю, нас, граждан Ленинграда, не поколеблет грохот канонат. И если завтра будут баррикады, мы не покинем этих баррикад. И женщины с бойцами встанут рядом. И дети нам патроны поднесут. И надо всеми нами зацветут старинные знамена Петрограда. Руками ржав обугленное сердце. Такое обещание даю. Я, горожанка, мать красноармейца, погибшего подстрельную в бою. Мы будем драться с беззаветной силой. Мы одолеем бешеных зверей. Мы победим. Клянусь тебе, Россия, от имени российских матерей. Если ты, букашка, размером с ноготок и по ошибке, оказался в коробке, отправленной из Франции в Гаделупу, то в ближайшее время тебя ждут самые невероятные приключения и испытания. Хорошо, если есть друзья, которые соберут команду мечты и полетят на другой конец света, чтобы спасти тебя. Новые букашки, новые опасности, новое приключение. Это продолжение истории про милых букашек. Букашка, сын по случайности, оказывается на корабле в Гаделупу. Спасать его отправляется папа-букашка, которому приходится прилетать с мачты на мачту, борясь с препятствиями. Их ждет длинное путешествие, полное приключений и опасностей, которые они смело преодолеют. Действия полнометражного мультфильма «Букашки-2» начинают свое развитие в тот момент, когда насекомые принимаются за спор урожая зимой для того, чтобы сделать необходимые запасы. В это же время муравьиная колония отправляется в продуктовый магазин, чтобы украсть банку сахара. Они даже не подозревают, к чему этот безобидный поход может привести. Смотрите мультфильм «Букашки-2» в кинотеатре «Звезда» со второго марта. Зима для «Букашек» — страшный враг. Но к ней можно подготовиться. И каждая «Букашка» делает это по-своему. А если на пути встретятся враги... Можно послать сигнал другу. И он примчится. Но что, если друг попал на далекий остров? Что, если спасать нужно его самого? Выход один. Найти капитана Сорвиголова и лететь на помощь. Другой конец света. Другие «Букашки». Другие опасности. Что же будет? Успеют ли спасатели? Или их самих надо спасать? В кино с 25 апреля. На этом сегодня все. Вы смотрели на телеканале Интекс программу «Кинозвезда». С вами был Александр Мекклер. Всем пока. Субтитры подогнал «Симон»!